Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение ответов на часто задаваемые вопросы по Сидмейерс Цивилизейшн 6. Начало, в котором я отвечаю на вопросы по поводу интерфейса и юнитов, смотрите по ссылке, которая сейчас появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. А сейчас вас ждет продолжение. Следующий раздел, в котором было много вопросов, который довольно большой и на них можно отвечать развернутый, это стратегия игры или стратегия развития. И больше всего вопросов было по поводу вырубки леса и тропических лесов. Например, что лучше построить в лесу на холме? Лесопилку или вырубить лес и на холме построить шахты? Или другой вопрос, в каких случаях нужно вырубать леса, когда строить на них лесопилки? По какому принципу проводить вырубку лесов, пшеницы, риса, камней и так далее? В общем, как вы понимаете, это по-моему вообще самый популярный вопрос был. Ну, до патча, до выхода дополнения, вот последнего патча, всегда надо было вырубать на самом деле под Магнусом, то есть это губернатор, если кто не помнит, губернатор Магнус, сейчас у него плюс 50% к ресурсам, полученным благодаря сбору урожая и изменению клеток города. Раньше вообще было с плюс 100%, то есть мы получали довольно много. Что же ответить сейчас на вопрос? Ну вот, тут приходит нам на помощь математика. Вот смотрите, я специально привел рабочего на лес и смотрите, вырубка леса дает 51 производство. Значит, ну, под Магнусом было бы 75 производства, так? 51 производство. Сама клетка сейчас тут дает одно производство, одну еду и три производства. Как складывается это все? Клетка, равнина, холмы и леса. Равнины дают одну еду, одно производство, холм дает плюс еще одно производство и, наконец, лес дает еще одно производство. Поэтому в итоге получается одна еда, три производства. Если вы поставите лесопилку, а ее бафнули в последних патчах, то вы будете получать еще плюс два производства сверху. То есть эта клетка будет давать одну еду и пять производств. То есть, грубо говоря, если вы вырубите или поставите лесопилку, то лесопилка отработает вырубку леса через 10, там, с чем-то ходов. Ну, будем считать, через 11 ходов. Правда, в данном случае вы можете вырубить лес и поставить шахту, которая будет давать плюс одно производство. Вырубаете лес, убираете одно производство и ставите шахту, добавляете одно производство. То есть у вас клетка остается таким же, но при этом вы получаете 50 производства. Соответственно, если вы поставите лесопилку, то в данном случае выхлоп от одномоментного получения производства растянется на большее количество ходов. Здесь я понятно объясняю. Но надо не забывать, что при прохождении по дереву технологии лесопилки начинают давать больше. Например, при открытии сталеварения плюс одно производство и при открытии кибернетики. Но кибернетика очень далеко. С другой стороны, шахты тоже дают больше. Вот на данный момент, например, у меня сталеварение не открыто, но зато для шахт открыто ученичество плюс одно производство для рудника. И индустриализация, еще плюс одно производство. То есть поставив шахту на данный момент времени, я получу плюс три производства. Значит, удаляя лес, я убираю одно производство, ставя шахту, я добавляю три производства. То есть у меня будет одна еда и пять производства. Соответственно, несомненно, что вот в данном случае, в данном случае, вот сейчас на этот момент игры, выгоднее здесь лес вырубить и поставить шахту. Потому что тут осталось играть, ну, ходов тридцать. И эта лесопилка не отыграет того, что вы получите, вырубив лес. Но в начале игры, сейчас, тут очень много вопросов. Например, вот в данной игре, где я начал, которую я вам сейчас показываю, я начинал вот в этом месте, вот Киото, где находится. Видите, столица. И вот здесь, вот этот голый Вася, это я ничего не вырубал. Ничего не вырубал. Вот такая у меня был старт. Соответственно, ни лес, ни камень, ни еще один лес. Я даже не думал вырубать, иначе у меня тут просто не будет производства, как вы видите. То есть вы играете, исходя из того места, в котором вы появляетесь. Если у вас много леса вокруг, то, естественно, вам придется ваши районы ставить на какие-то места с лесом. И тогда понятно, что лучше предварительно его вырубить. То есть, напоминаю, что если вы ставите район на том месте, где есть лес, то он просто исчезает. Он вам не дает никакого производства. Это значит, что вам надо заранее планировать расстановку ваших районов и заранее этот лес там вырубать. Если у вас есть лес на холме, то, скорее всего, его тоже выгоднее все-таки вырубить и поставить на этом холме шахту. Но, опять же, исходите из того, что вам требуется во время вашей игры. Если нужно вам построить чудо быстро, ну что ж, придется вырубить. Ну и, конечно, желательно это все-таки делать под магнусом. Что касается остальных ресурсов, меня спрашивают, там, пшеница, рис, камни, скот, например. Ну, все бонусные ресурсы можно вырубать. То, конечно, по ощущениям их все-таки выгоднее все равно убирать. Но, опять же, надо исходить из ситуации. Вот в моем случае убрать камень, ну, я получил бы производство одномоментно. И все. И дальше этот город просто без производства дальше находится. И, естественно, вырубать надо под магнусом обязательно. Пересаживайте его из города в город, вам это даст больше ресурсов. Скот я обычно вырубаю, конечно, чтобы город рос. Но если я возьму пантеон на пастбище от... культуру от пастбищ, то зачем мне на скот вырубать? Я тогда буду культуру с него получать. Тут будет еда, построив пастбище, она еще будет давать производство. И культура, соответственно, от пантеона. Зачем же мне тогда вырубать этот скот? Тогда уже лучше оставить. То же самое касается камня. Вы смотрите, если у вас есть производство вокруг вашего города, то камень лучше собрать и получить производство одномоментно. Но опять же, вы смотрите, вот вам, например, сейчас в городе нету смысла вот что-то ускорять, вот прям сейчас что-то строить. То исходите из того, что у вас сейчас происходит на карте. И надо следовать какому-то одному алгоритму. Все вырубаем обязательно, или там, как я сказал, на холмах вырубаем лес и обязательно ставим шахты. Смотрите, что происходит, что у вас делается. Плюс не забывайте о соседстве для районов. Там лесопилки, шахты дают соседство для производственных районов. Не забывайте о чудесах, которые строятся на клетках. Например, только с лесом можно построить, или там только с тропическим лесом. Да, кстати, интересный вопрос про тропические леса. Потому что на них теперь стало тоже можно строить лесопилки. Но они строятся довольно далеко, в меркантилизме. Это середина игры. То есть вы сможете строить лесопилки в тропических лесах, но только после открытия меркантилизма. И вот тут уже надо думать. Вот здесь я, скорее скажу, что в 95% случаев, если тропический лес находится на холме, то его надо вырубить. И я напомню, что он еще дает не просто производство, он дает производство и еду. Он, правда, меньше дает производство, чем обычный лес, но все равно он дает и производство, и еду. За счет этого можно город выращивать. Поэтому надо, исходя из этого, тоже его вырубать, понимая, что город будет расти. Но, в принципе, прям все вырубать теперь не так прикольно. Имеет смысл... Вот вы исходите из того, сколько вам даст вырубка прямо сейчас, и сколько вам даст улучшение этого ресурса в течение того времени, как вы его будете обрабатывать. Посчитайте эти цифры, и, по-моему, это элементарное вычисление, и вы поймете, что вам выгоднее. Отличный вопрос. Я строю все чудеса света и не могу остановиться. Как от этого избавиться? Ну, два решения. Либо сыграть против компьютера на последнем уровне сложности, вы просто не будете успевать их строить, компьютер будет все забирать. Либо сыграть против людей в сети, и они вас накажут за то, что пока вы строите чудеса, люди строят юниты и приходят и захватывают ваши вкусные города с чудесами. Так что... Ну и, по моему ощущению, в шестой цивилизации, например, чудеса не так круты, как это было в пятой. Хотя и в пятой не стоило ими увлекаться. А в шестой уж тем более. Если у вас нету карточки на ускорение чудес, а еще лучше великого человека, который чудеса ускоряет их постройку, то тратить ресурсы на строительство чудес такое себе. Есть, конечно, очень важные чудеса, которые хочется, ну, прям вот, неплохо построить. Там в начале игры это, например, тот же храм Артемиды. Но, опять же, при условии, если у вас вокруг есть пастбище и лагеря, которые действительно вам дадут бонусы от него. Но их не так много. И об этом, наверное, как-нибудь слушать другое видео сделаю. Следующий вопрос. Бонусы от выбранного пантеона остаются навсегда или заменяются, исчезают при принятии религии ее бонусами? В пятой циве так и было, они заменялись. Но в шестой циве, если вы приняли пантеон, вот у меня пантеон культуры от пастбища в данной игре, то он у вас останется, даже если ваши города будут обращены в чужую религию. Точнее, нужно сказать так, что пантеон к религии просто не привязан. У меня нету религии, у меня есть только пантеон, но мои пастбища, тем не менее, все равно приносят, видите, культуру. Хотя на меня распространена чужая религия, протестантизм, это от Нидерландов ко мне пришло. Тут даже, вот у них пантеон, священные места получают плюс одну веру от соседних клеток пустыни. Но у меня работает мой пантеон, культура от пастбища. Еще один глобальный вопрос, который, как бы, человек ожидает, что я ему скажу алгоритм действий, он будет в каждой игре нагибать после этого. Что важнее на первых этапах игры, деньги, вера или наука? Иначе говоря, какие районы нужно строить в первую очередь? На начальном этапе игры важнее города. То есть, важнее поставить города в хороших местах и... Ну, я хочу сказать, как можно больше городов, но это не совсем правильно, опять же. Вначале, вот у вас есть столица, потом желательно два города еще поставить, а потом дождаться карточки, еще хотя бы четыре, хотя бы так вот. Вначале, чтобы у вас шесть-семь городов было. Районы, районы вы должны ставить исходя из своей цивилизации и городов-государств, которые вы нашли. Ну и плюс, конечно, местности. То есть, если вы играете, предположим, за Мали и тем более нашли религиозные города-государства, то хорошей идеей будет построить первым делом религиозный район. Почему нет? Тем более, что основать религию, получать много веры и так далее, и так далее. Если вы играете за Корею и нашли научный город-государство, то почему не построить их уникальный район и получать кучу науки? Самый универсальный район, по моему мнению, это коммерческий. Потому что он будет давать вам деньги, он будет вам давать караваны, с которых вы можете получать все остальные ресурсы. То есть, как я уже говорил в других видео, не знаете, что строить, то строите коммерческий район. Ну и не надо забывать о политическом районе, о военном районе. У вас рядом, наверное, сосед под боком есть, который откровенно выглядит агрессивно. Что вы будете строить научный район? Нет, конечно, построите военный. Прямого, однозначного ответа, что важнее, деньги, вера или наука, нету. Не забывайте, что вы науку, например, будете получать от жителей. Вот просто, опять же, та же обычная математика. Смотрите, у меня наука от населения плюс 6, плюс 6, а от кампуса плюс 2. От библиотеки плюс 4, ну это явно я великого человека использовал, она тоже плюс 2 дает. То есть, вот смотрите, у вас есть вариант в начале игры, либо поставить город и построить в нем кампус, который, ну, предположим, там будет офигительно много гор, пускай там у него соседство плюс 4 будет, кампус давать плюс 4, и даже библиотеку в нем построите. Или за это производство сделать двух поселенцев и поставить еще города, жители которых будут давать вам науку. То же самое касается и культуры. Население дает и культуру, и науку. В любом случае, это обычная математика. Вы посчитайте, насколько выгоднее вам будет строить кампус, или выгоднее будет поселенца построить и идти его поставить. Тем более, вы видите какое-нибудь офигительное место рядом с горами. На этом пока все. Отвечать на вопросы по стратегии игры я продолжу завтра. Так будут такие вопросы, какие здания не нужно строить, когда стоит нападать на оппонента, если смысл играть через религию и так далее, и так далее. Если я что-то упустил в ответах на сегодняшние вопросы, или был неточен, поправляйте меня в комментариях, или задавайте свои вопросы по стратегиям игры в 7R Civilization 6, если они еще не были заданы. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!